В МПК подтвердили, это обучающееся, физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, а все-таки психическом, подтвержденные психологами медико-педагогической комиссии. Если ребенок с ОВЗ, но комиссия не подтвердила, то он не может получить достаточный для него набор этих педагогических услуг, будем так говорить. Хотя сейчас от услуг образование отходит. Для ребенка, у которого ОВЗ, будут сдаваться адаптивные программы. А вот если ребенок инвалид, и это статус его устанавливает медико-социальная экспертиза, то у него сопровождать его будет ИПР, индивидуальная программа реабилитации. Некоторые дети с рождения могут быть в статусе летом, а некоторые дети только после того, как определится его дефект. По новому положению медика социальная экспертиза должна работать в плотном сотрудничестве с психологом-медико-педагогической комиссией. Для того, чтобы ИПР не только была в медицинском плане представлена, а очень адекватно для каждого ребенка и представлена вот эта психолог-педагогическая сопроводительная часть. Но пока это не реализуется. То есть медико-социальная экспертиза не может, поскольку это медицинское представительство, вот найти взаимодействие, какие-то удобные, удачные формы взаимодействия с ПФБК. Но в стандарте, в законе прописано, что меняется модель инвалидности с медицинской на вот эту социальную, социально-педагогическую. Ну вот это положение о ПФБК. Что каждый год обязательно ИПМПК должна обследовать детей с 0 до 18 лет. Это по новому положению о ПФБК. Там у них три задачи. Выявить, обследовать, составить рекомендации и подтвердить или исключить те предыдущие рекомендации. И еще у них должно быть обязательно заключение по определенным позициям. Ну вот сейчас я вам покажу слайд. ЛИЦ ОВЗ. Можно вопрос? О? Да. Вот по своей следующей детали можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, мне показалось, вы сказали, что заключение в МВК в годном течение года для каждого конкретного ребенка. Да. И через год каждый ребенок должен быть проходить. Да. Я вам, да, я вот вам даю выдержку из этого приказа. Вот приказ от 20 сентября 2013 года написано. Я пишу, да. Обследование по МВК детей проводится в возрасте с 0 до 17. Заключение, дайте я забыть, заключение по МВК действительно, действительно для представления в указанные органы и организации в течение календарного года с датой его подписания. Я это вижу, я знаю, вот этот приказ. Но там написано, для предоставления в организации. Асад, это организация. Но если ребенок уже поступил в организацию и находится на коррекционном... Все равно, каждый год, вот я логопед в поликлинике, у нас есть логопедические сады. Ребенок третий год учится в логопедическом саду. В прошлом году он не приходил на подтверждение, а сейчас они приходят в поликлинику, я им даю медицинское заключение, на ПМПК, чтобы они дали свое заключение, чтобы он там продолжал обучаться, вот о чем я говорю, для продолжения. А вот это мы уже не знаем, это вопрос к организационному. Но приказ о положении ПМПК таков. Вы читаете, ваше направление, действительно, в течение одного года. В течение одного года. Прошел год, надо подтвердить, нужно ему пребывание или нет. Может, он перейдет у вас на интегрированное образование, на другую, или он перейдет в спецучреждение. Ведь три формы образования ребенку возможно. Просто на ПМПК тогда ляжет, а кроме меня просто... Да. Каждый год пересимают. А так уже и есть, да. Но ПМПК и сейчас не справляются с... Ну, это вопрос другого плана. Здесь приказ, который о ПМПК, вот именно так... И в Москве сейчас именно так действует, как я вам говорю. Все подтверждают. Без... Они сейчас на Новый год, вот с сентября, все получают новое направление и проходят через ПМПК. И даже дети, которые из школьного возраста, и которым определена уже адаптированная образовательная программа, скажем, где недели уже 13 лет, то есть любой ребенок, собственно, не остался, ежегодно... Я про школьников пока не могу сказать. Я говорю про дошкольников. Не могу вам сказать про школьников. Положение же одно на все... Ну, я не готова сейчас ответить вам на этот вопрос. Может, Илья Владимирович будет более в этом вопросе следующим. Я говорю о дошкольном, о работе ПМПК, которая сейчас вот внедрена. Дети с ОВЗ, большая категория детей. Это кто имеет статус инвалидов. У кого есть проблемы, но нет статуса инвалидности. Большая категория детей с нарушением психомоторных функций. С девиантным поведением. Очень большая категория сейчас с педагогической запущенностью. Причем это дети не обязательно детских домов ребенка или других закрытых таких учреждений. Это и домашние дети с педагогической запущенностью. Ну, и другая большая категория детей с ОВЗ. Вот перечень этих категории детей с ОВЗ. Наравне с ними есть категория с минимальными нарушениями, у которых выражены проблемы, но не в такой тяжелой форме. Хотя с ними тоже требуются особые образователи и потребностей у них, и условия. Ну, это направление действительности ПМПК, и ее нужно читать. Вот это заключение, которое дает комиссия и рекомендация.